Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы рассмотрим Аргримар с пятью масками. Это прохождение взято со стрима, то есть изначально я выполнил квестик на получение 12-го плаща с четырьмя масками, прошел на фул. Увидел то, что юзнул всего лишь один пилон за это прохождение и решил, что нужно попробовать с пятью масками. Попробовал, прошел. Все было легко, но хочу несколько комментариев сделать насчет этого прохождения, чтобы вам было чуточку понятнее. Не, ну прок на 3400 это... Это много. Вообще изначально разберемся с масками. Маски это, скажем так, особое усложнение ведений. С целью того, чтобы их получить, нужно сделать некоторые условия. Видосик касательно масок я оставлю в описании. Каждая маска дает плюс валюту, ну и дает некоторое усложнение к прохождению ведения. Я готов. После полной готовности, говорим с гневионом, запускается ведение, все как по стандарту. Делаем обычный пул. Три моба слева, плюс еще следующих три моба, ну и еще два моба. Потому что я уверен в том, что мне прокнет дар титанов почти сразу же, и под даром титанов я их быстренько убью. А, я не того моба гриппнул. Понимаю. Дар титанов это особый бонус в виде таланта от архива титанов, который понижает потерю здравомыслия на 100% и при этом увеличивает скорость и скорость передвижения. Данный баф является очень ценным. Окей, дар прокнул, хорошо. Наверное, никакие сундуки мне открывать не нужно при прохождении с пятью масками. А то я еще бегаю, в сундуке открываю, рофли тут. Ну давай, что ли, каталажка на голове Мимирона, езжай быстрее. Блядь, какрусы понавыращивали ордынцы. Большой мобчик, который стоит и охраняет врата в новую локацию, очень интересен по своей механике. Взрывной удар, отходим от его лица. В тот момент, когда летит Дециматор, нужно просто-напросто встать ему за спину. Ну, я считаю это действие весьма правильным, и при этом Дециматор это шадоу болт, который мы просто должны вкинуть обратно в этого мобца. Иначе мы потеряем здравомыслие. Не-не-не, моб, ты идешь сюда, ты идешь сюда, и мы с тобой будем в ООЕ ситуации сидеть. Давай-давай, все, сейчас ты умираешь. Чат, тут все как по маслу сейчас должно идти просто. Понимаете? Или не понимаете вообще? Сколько много щупалец, как они меня бесят, эти щупалецы. Вы себе представить не можете. Я вот максимально их хейчу. Отпрыгнули опять. Серьезно. Нет, Дарт Станов не прокнул. Окей, ну да, потому что он недавно прокал, все верно. Самое главное, чтобы он не кинул меня в мои живоиды. Все, хорошо. Тут, кстати, отъехать можно. Без шуток сейчас говорю. Громила не особо опасный моб по своей механике. Просто-напросто нужно надеяться на то, что он откинет в правильное место вас. Ну и отойти от места его прыжка, чтобы не потерять здравомыслие. Санете могло просто кончиться. Типа вот в таких боях, ну да, немножко опасно. Бой долгий сам по себе. И это немножко неприятно было, то, что сейчас происходило. Пак мобов, который запулен в текущий момент, является весьма опасным. Да, его можно было бы разделить на два. То есть спулить всего лишь одного кастера, а потом двух. Но, так как я играю за ДК, я могу себе позволить пул всех трех мобов. Каст «Касание бездны». Это потоковый стан. Его нужно либо сбивать, либо нажимать что-то в виде антистана. У ДК это незыблемость льда. Например, другим классам придется кидать станы или кики в момент использования «Касание бездны». Пул трех мобов может быть очень опасен. Нет, лужи я не ловил. Не знаю, правильно ли это столб. Наверное, нет. Да и бурст я зря нажал. Все плохо. Надо бой затянуть, нужно вывести его подальше. У меня прокнет дарт станов, уже скоро я это чувствую. Не прокнул, серьезно? Жесть. Ласт в «Аллее мудрости» не является опасным. Оскверненная земля нужно просто отойти от морды. Далее, войд-зоны маленькие, которые кидаются. Нужно просто из них выйти. Кольцо хаоса. Ну, просто либо встать между этими колечками, чтобы они не разлетелись в вас, если вы играете за ренджа. Либо, наоборот, встать под босса, чтобы они не полетели через вас. Хорошо, хорошо. В принципе, все неплохо вышло. Какие-то жесткие там сундуки в чатике у вас. Нет, 15-й плащ не является финальным. Модификаторы второго квартала в текущий момент весьма интересны. Это арахнофобия и горящие сапоги. Значит, с личинками этими, с паучками, которые на мониторе нашем наседают, нужно просто подпрыгивать. А горящие подошвы, горящие сапожки что делают? Ну, просто нужно правильно направлять камеру своего персонажа в тот момент, когда моделька уже подгорает. Притом, весьма так неплохо. Научитесь этим пользоваться. Это реально полезно. В некоторые моменты может помочь преодолеть расстояние. Окей. Что-то как-то неприятно происходит все. Так, лужи мы тут не даем. Сейчас бы в своей живой зоне постоять. Прикольно. А, ну сейчас бы еще кнопом отпрыгнуть. Окей, ладно, удар прокнул. Можно и бигпул потенциальный какой-то сделать хороший. Только нужно в луже стоять, чтобы все нормально кливалось. А я где-то непонятно где. Что-то интересное сейчас произошло. Наслаивание механик. Да, это пять масок. Вот, чекай. 125 процентов. Интересно, триггернется ли дар с них. Нет, не триггернется. Потому что есть некоторое кд на его прок. А именно около минуты. Если он прокал в прошлый пак, то при убийстве следующего он не прокнет. Увы. Может затянуть убийство его. Немножко раны зеленку нажал. Можно было позже. Зеленочка, а именно антимагический панцирь, это очень мощный кулдаун для рыцаря смерти в видениях. Так как нажав зеленочку, не кастуется обреченность и не ловится немота. Минус мувспит еще. Кольно. Кольно. Дар имеет минуту кд всегда срабатывает после кд. Ну, я понимаю то, что у него свое внутреннее кд имеется, но все же. Я думал, там уже прошла минута. Убью пак с щупальцем. Поставлю стол. Хотя там, наверное, Дар Титанов прокнет. Тогда, если прокает Дар Титанов, он, наверное, прокает. Ну, возможно, это фатально будет сейчас. Проверим. Я должен шотать его за 10 секунд. А, ну мне и столб не пригодится, кстати, да. Я что-то забыл о том, что за него 200-ку дадут. Неприятно сейчас это было. Самый обычный пул. Пак мопчиков. Немножко слизи. Одно щупальце. Играем через поработителя. Это тот моп, который кастер, который делает касание бездны неприятное. Кикаем ему касты, быстренько его убиваем. Ничего сложного в этом паке не видно. Надо щупальцу убивать. Щупальца начинает уже накалять потихонечку. Все, ну прыгает туда-сюда, заставляет меня двигаться. Должен ли я ставить сферу? Наверное, да. Это уже вторая потраченная сфера. И, в принципе, это нормально касательно таймеров и всего такого прочего. Юзаем мешочки. Выбегает моп. Пулем пак. Играем также через поработителя. Кикаем ему касты. Далее открываем оставшиеся двери. Ну тут без бурста. Тут нужно без бурста все это келять. Дар. Окей. Да, это ясное дело, но войд-зоны от мобов спавнятся неприятные. Поэтому ты вынужден отходить в некоторые моменты. Вот в чем суть. Перед пулом данного моба я специально немножко натоптал, чтобы триггернуть горящие подошвы. Чтобы они не прокнули во время боя и во время беготни с потоком бездны. Но что можно сделать, будучи рыцарем смерти? Юзнуть зеленку. И поток бездны никак абсолютно не скастуется. Но если вы не играете на ДК, то нужно просто бегать вокруг мобчика. И этот его поток темных фекалий просто кайтим. По-моему, как-то так это выглядит. И не забываем прыгать и правильно бегать от аффиксов данной локации. Ну да, при условии того, что у тебя еще из-под жопы серутся войд-зоны, которые напрягают, тоже неприятно. И эти, горящие подошвы. Ну то есть, настакивание механик в общем происходит. С Мишей играем аккуратно. В принципе, не опасный моб даст нам в итоге 200 здравомыслия, но нужно убегать от безумного рева и убегать из войд-зон. И ты не можешь от всего отыграть, поэтому приходится щупальца опускать под землю. Удар должен прокать в теории после убийства этих мобов. Если мы правильно понимаем этот прок. Да, это 5 масок. Да, вот он удар. Только я под рутом, я не могу нормально двигаться. Мне нужно из боя выйти, чтобы сбросить. Пожалуй, самая опасная способность данного квартала, это удар головой у мобов, не кастеров. Это отталкивание, которое может произойти за пределы карты, а за пределами карты, как я правильно понимаю, вы как-то усиленно теряете здравомыслие. Поэтому лучше такого не допускать. Пускай этот удар головой будет в ту зону, в которой мы сражаемся, и к тем мобам, которых мы бьем. Так будет намного лучше. Ну, я уж показывал этот дебаф ранее. Я не буду этот ринковать. Я же не умер. Нет, по-моему, я не умирал. Все нормально. Ну, я мог сейчас поплатиться за это. Ситуация, знаете, видели сами, неприятная была. Элитный моб, который встретится нам в этом квартале, делает дыхание перед собой, делает войд зоны на земле. Терпим, уклоняемся, выбегаем. Ничего сложного. Халявные 200 единиц здравомыслия. Ну, тут тринкану. Только не толкай меня. Ну, недалеко можно. Иди сюда. Хуйло. Рексар. Это самый противный босс всех кварталов. Героизм, бурсты. И просто вот так вот его. Сложно, сложно. Сейчас это было сложно. Да, тебе же всего одна книжка нужна. Ты просто берешь, проходишь, убиваешь тетрилокацию. Ну, вот эту вот. Ее будет проще всего закрыть. Закрываешь ее и ты лутаешь одну книжку уже. Сразу. Сразу. Я могу подождать бурста. Все равно, у меня есть лишняя сфера, я ее нажму. Геро жаль нет. Войска жаль нет. Но я снесу двух баранов. Все. Изначальный план был просто идеален до тех пор, пока не вылез этот моб, который вылезает при малом здравомыслии. Но от него прокнул дар титанов, и все пошло еще лучше. Происходит пул. Убиваем кабанчиков. Кабанчики делают иглы. Этот каст сбивается. Мобов можно станеть. Если иглы не сбить, то это минус здравомыслия. Ну, еще и под даром. Сейчас первых мобов этих убью. Все. У меня ровно 600 санити на этого моба. Я немножко ошибся. Не 600, а 575. Да и еще 500 сверху. Потому что прокачанный талант в архиве титанов дает нам воскрешение при условии, если мы умрем или потеряем здравомыслие до нуля. Да при этом 500 еще здравомыслия сверху. Я не пробью щиток. Я даже пытаться не буду. Это всего лишь минус 30 здравомыслия. Ой-ой-ой. Немножко наслаивание механик. В заключение могу вам сказать берегите ноги. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого. Макс, Макс, тебе нужно векару установить, чтобы на 5 масок пройти. Макс, Макс, тебе нужно делать ауе таланты, чтобы на 5 масок пройти. Макс, Макс, тебе нужно больше плаща, чтобы апнуть 5 масок. Не, мужики. Это так не делается. Это берется и проходится. Все. Спасибо. Это легко. Это легко, когда ты правильно пулишь. 70-е ступни. Полезные? Нет. Ну да, Крайлиц, я тебе не верил, что это изи. Питомец спал. Ты какой хафер ебучий этот. Прикольно, прикольно. Прикольно.